От массы звезды зависит то, как будет проходить её смерть. Известно, планетарные туманности образуются в процессе потери массы, при котором красные гиганты в конечном щете превращаются в белые карлики. Обычно масса газовой оболочки составляет несколько десяток более солнечной массы, а вещество носится со скоростью 20 км в секунду. Такая оболочка существует 35 тысяч лет, а затем становится свежком разряженной и поэтому невидимой. Белый карлик. Звезда на поздней стадии революции извест, состоящая из вырожденного вещества. Белый карлик возникает тогда, когда все возможные источники топлива для термоядерного синтеза исчерпаны. Тогда звезда колоксирует под собственной тяжестью, сжимая вещество до вырожденного состояния, в котором плотно упакованы атомные ядра и полностью оторваны от атомов электроны. Если масса колоксирующей звезды больше, она должна стать нейтронной звездой или черной дырой. Нейтронная звезда. Пульсар. Звезда с массой от 1,5 до 3 солнечных масс, которая под действием гравитоцеренных сил колоксировала до такой степени, что теперь состоит почти полностью из нейтронов. Нейтронные звезды имеют в поперечнике всего около 10 км при плотности 1017 кг на метр квадратный. Они образовались при взрывах сверхнабых и наблюдаются как пульсары. Образовавшаяся нейтронная звезда быстро вращается и обладает сильным магнитным полем. Рингвеновский гамма-барстер. Звездный рингвеновский источник, характеризующийся сильными случайные перемены с киризлучением. Смески излучения барстеров могут длиться в течение нескольких дней и могут возобновляться, но периодического характера не имеют. В быстрых барстерах смески повторяются с интервалами, не превышающими 10 секунд. Таких барстеров насчитывают уже несколько десятков, больше всего их находится в галактической плоскости, хотя некоторые расположены в шаровых скоплениях. Общепринятые модели рингвеновского барстеров взаимодействующие двойная система, подобные новым, за исключением того, что ракрицаря происходит на нейтронной звезду, аминобелый кармик, и в перетекающем веществе преобладает гений, аминодород. Рингвеновский смеск происходит тогда, когда беретекающее вещество достигает критической температуры и плотности, достаточной для термолепных водоцов. Влезные черные дуры могут образоваться при взрыве на символ звезд, если масса центрального остатка больше трехсолнечных масс, или в том случае, если этот предел массы будет превошен после того, как выброшенное вещество снова выпадет на остаток звезды. Для возникновения черные дуры нужно, чтобы несколько солнечных масс вещества было сжато в обмене диаметром несколько километров. Так по теории звездные борются и большинство звезд, большой массы, по черных дыр в галактике Млечный Путь огромное количество. Звезды рождаются парами, черные дыры не одиночные объекты, у них есть второй компонент водонющий их. Поэтому исходя из того, что черные дыры мы не видим, для их поиска используются бинарные системы. Взаимодействуя с черной дырой, второй компонент, будучи поглощенным, создает такое гравитационное поле около черной дыры с миллиардными градусами, что появляется излучение гравитационных лучей, только так можно заметить черную дыру. Редактор субтитров А.Семкин